переваливать мои эустомы в кашпо большего объема это у меня горшочек 075 из 02 1 декабря я их из таблеточек посадила 02 и уже вот сегодня 13 спустя две недели не придется их пересаживать потому что многие из них уже дают боковые побеги корневая система у многих уже разрослась и пошел цветок в высоту то есть стал тянуться как я узнаю какая корневая система разрослась или нет ну во первых если грунт быстро пересыхает после очередного полива это однозначно корневая уже подросла во вторых выдвижное дно можно посмотреть выдвинув это все и осмотреть корневую систему как она развивается буду пересаживать в такой же горшочек с выдвижным дном здесь вот он у меня но пересаживать буду буду с наименьшими стрессами для растения для этого на дно горшка я насыпаю грунт мне нужно немного вот здесь насыпать слегка я утрамбовываю и ставлю в кашпо горшочек вот точно такой же можно с растением ставить меня вот есть пустой такой вот растение не прижилось ставлю его на грунт вот здесь его немножко не хватает часто еще подсыплю грунта и дальше вам покажу то есть грунт подсыпаем так чтобы горшочек поместился ну практически вровень практически вровень потому что там у нас будет жить растение значит мы его ставим и засыпаем по периметру засыпаем землей то есть можно сказать закапываем этот маленький горшочек закапываем в землю закапываем в кашпо это очень интересный прием и растение меньше болеют от этой пересадки единственное что не совсем может быть удобно но вот по бокам надо обязательно так прижимать землю постараться достать и прижать ее чтобы она была поплотнее чтобы самое интересное у нас не развалилась концу нашей посадки вот немножко утрамбовала и еще подсыпаю грунт у меня ну как обычный классический теравита перлит вермикулит еще и добавила здесь буквально две щепотки костной муки и обязательно перегной свой перегной тоже чуть-чуть буквально там наверное две горсти на литров на 15 много я перегноя не сыплю вот и если что я их подкармливаю ну вот наверно благодаря моим подкормкам коту я их кормила в 1 10 раз в неделю с уменьшенными дозировками благодаря моим подкормкам наверно они так подтянулись вообще что петунии что эустомы да все растения любят покушать несмотря на сезон я и пеларгонии свои тоже кормлю зимой ничего в этом страшного нет главное не перекормить как говорится во всем должна быть мера не перелить и не долить не перекормить вот питание чередую ну вот все смотрите вот я горшочек почти весь закопала чуть-чуть по краю утрамбовала и этот горшочек он мне не нужен я вот так его по краям прижимаю чтобы земля утрамбовалась и вытаскиваю и образовалась вот такая же ямка такого же такой же формы такой же диаметра и сюда мы сейчас поставлю я поставлю я цветок то есть аккуратненько ставлю чтобы ничего не осыпалось я ничего не проливаю у меня здесь все достаточно влажно я вчера полила накануне чтобы ком земляной не развалился ну вот смотрите вот я горшочек вынула убрала дно видите даже корешочек оторвался чуть-чуть то есть вот она корневая система она уже все начала опутывать и вот сюда аккуратненько я его просто вставляю все и здесь как будто он тут и был вот все слегка я его прижму конечно чтобы он получше соприкасался с зим с новой землей поливать я чуть-чуть пролью его водичкой куда я добавила наверно 1 4 чайной ложки вот такого жидкого удобрения удобрения новосил это регулятор роста развития растения защищает от разных заболеваний ну тут у витамины и все то есть вот пожалуйста вот такой способ перевалки растений щадящий перевалка растение не испытывает стресса но если не считать что корешок я немножко отломила вот но я думаю что она даже не заметила красотка это и все чуть-чуть буквально присыпала немножечко по бокам еще придавила все чуть-чуть прям вот полила так чтоб сверху немножечко все-таки стресс стресс какой-никакой будет квартира то побольше теперь когда он его освоит эту площадь вот вот и все все подписала и теперь они у меня будут расти новых домиках